Сниппеты в поиске Семантик веб Рассказывали про RDF, OL и SparkQL Сегодня мы поговорим про сниппеты, которые зависят от запроса Ну и поговорим, как строить вообще summary документы В общем, в повестке дня сегодня Text Summarization, органические сниппеты, прямой индекс и оценка качества сниппетов Начнем с Text Summarization По-русски это автоматическое реферирование Когда у нас есть большой текст, мы хотим выделить из него суть И построить какой-то summary всего текста Работы в этой области ведутся достаточно давно, с 1950-х годов И Text Summarization по числу документов можно разделить на Single Document и Multi Document Ну, соответственно, когда у нас есть один документ, мы хотим сделать из него краткую выжимку Либо когда у нас есть много документов, и мы хотим сделать summary по ним всем Соответственно, делать summary по множеству документов сложнее, потому что тут возникает часто проблема избыточности Или redundancy по-английски Согласовость времен Когда у нас в одном документе повествование идется в одном времени, в другом в другом Нам нужно как-то все это согласовывать Порядок предложений важен и совместные ссылки Поговорим про Single Document Summarization В общем, у нас есть текст, нам нужно создать новый текст, сохраняющий основную информацию исходного документа Это, может быть, нам нужно для того, чтобы быстрее понять суть документа Уменьшить объем для изучения и вообще понять, нужно ли нам читать данный документ или нет По типу построения summary подходы делятся на две основных категории Это Extract-Based и Abstract-Based подходы Extract-Based подход состоит в том, что мы берем наш текст, находим самые релевантные предложения И из них составляем наше summary Abstract-Based подход заключается в том, что мы понимаем основную суть документа И строим описание текста, уже не используя предложения из самого текста А как-то конструируя предложения сами Ну, понятно, что Extract-Based подход легче, чем Abstract-Based подход Потому что во втором случае мы должны использовать техники обработки естественного языка Для того, чтобы понять, о чем документ Научить машину определять его смысл И потом уже, опять же, на естественном языке строить его описание Это намного сложнее Что касается Abstract-Based подхода, то вот, как пример, в каждой научной статье У нас перед началом статьи есть такой абстракт, который говорит, о чем эта статья Вот, по идее, при Abstract-Based подходе мы должны научиться строить такой абстракт по телу статьи Также мы можем делать сам Марине в виде человека, читаемого текста, а в виде кейвордов То есть, если мы просто выделим основные кейворды из текста То это, в принципе, тоже поможет нам понять, о чем данный документ И принять решение, стоит ли нам обращать на него внимание или нет Как мы можем выделить для начала кейворды из текста? Кто расскажет нам? Да, как первый заход Мы можем использовать TF-IDF, найдя термины, которые имеют большой вес и встречаются в этом документе Также по summary могут различаться на два вида по тому, есть ли у нас какой-то запрос или нет Если мы делаем general summary, то мы выделяем основные идеи из документа Если мы делаем query-focus summary, то у нас есть какой-то запрос И мы пытаемся выделить информацию из документа только относящуюся к этому запросу По наличию у нас обученных данных или не обученных данных, соответственно, методы делятся на supervised и unsupervised В случае supervised методов у нас есть большое количество размеченных документов, которые разметили люди И мы в данном случае решаем задачу бинарной классификации, то есть мы относим предложение в тексте к хорошим То есть к тем, которые надо включить в summary, либо к плохим, которые не надо включать в summary В случае unsupervised обучения у нас нет обучающей выборки, поэтому мы применяем в различные бристики и unsupervised методы машинного обучения Для того, чтобы найти релевантные предложения Также summary могут быть персонализированными, когда мы для каждого пользователя, учитывая его интересы, строим summary на основе этих самых интересов В случае, если у нас есть также задача построить какой-то Извлечь мнение из текста, то есть мы можем объединить методы text summarization и sentiment analysis Это может быть полезно, когда мы пытаемся проанализировать сообщения с социальных сетей или с форумов И построить какое-то мнение о продукте или теме Мы кроме того, что выделяем summary из постов, мы также выделяем их оценку негативную, либо позитивную И дальше уже можем в summary делать различные summary для позитивных сторон и для негативных сторон продукта Рассмотрим, какие существуют подходы к text summarization Рассмотрим четыре вида Это статистические, topic-based, основанные на графах и основанные на методах машинного обучения Статистические методы основываются на том, что мы, используя кучу статистик, подсчитанных на предложениях, находим предложения с самым большим суммарным весом То есть в качестве таких статистик может выступать позиция предложения, хорошие слова То есть если у нас в предложении встречаются слова в обобщении, заключая То мы можем посчитать, что в данном предложении находится какой-то вывод, который нам полезно включить в предложение Также могут быть вредные слова Даже не знаю, например Ну в общем слова, которые мы бы не хотели видеть в нашем summary Какие-то, может быть, общеупотребительные слова, стоп-слова Мы можем выделить центральность предложения, то есть похожесть предложения с другими Сходство предложений с заголовком Относительную длину предложения Содержание чисел в предложении То есть мы, если в предложении содержится много чисел А мы хотим построить какой-то вывод, то, наверное, нам эти предложения не очень важны И так далее Ну, наличие именовых сущностей тоже как важный фактор То есть если в предложении говорится о каком-то конкретном объекте Мы, наверное, можем захотеть его включить Topic-based подходы Когда мы выделяем из документа какие-то темы Можем их скластеризовать, потом найти предложения В которых вес этой темы наиболее Каждая тема в предложении имеет наибольший вес И выбрать эти предложения В качестве примера Мы можем рассмотреть латентный семантический анализ Кто из вас знает, что такое латентный семантический анализ? Ладно Кто из вас знает, что такое ПЦА? PCA, да Анализис Принципал компонент анализис подсказывает нам Из аудитории А что мы делаем в принципал компонент анализис? Мы хотим взять и объяснить наши данные Как можно меньшим числом То есть у нас есть очень большое пространство Очень многомерное пространство Мы хотим перевести в мини Мы хотим сделать Меньшие размерности, но при этом чтобы не потерять Тереть нечего-то меньше Тереть информацию Да, мы хотим спроецировать наши данные На пространство меньшей размерности И сохранить там, глаголе, дисперсию Ну, то же самое, но относительно текстовых документов Называется латентный семантический анализ Когда мы Переводим наш текст в векторное представление Каким-то TF-ADF Потом делаем проекцию его В какое-то пространство меньшей размерности Дальше мы в этом пространстве Меньшей размерности Находим отношения между предложениями И выделяем предложения самые значимые Уже в этом пространстве Дальше выбираем эти предложения ML-based подходы В принципе, как бы статистический подход От ML-based отличается тем, что Ну, видимо, в статистическом методе Мы просто суммируем как-то веса Подобранные нами вручную А в ML-based подходе мы эти веса Для каждых свечей можем обучать То есть если у нас есть размеченный корпус Предложений, текстов с предложениями Саммари Мы можем, выделив фичи Запустить на них Какой-то из алгоритмов Бинарной классификации Который отнесет предложение К хорошему, который надо включить в саммари Либо к плохому Ну, тут представлены Некоторые алгоритмы И указаны статьи, в которых Есть реализация этих методов Обычный SVM Наивный bias Decision trees Neural networks И так далее Graph-based подход Мы можем представить текст В виде графа Где у нас в вершинах графа Стоят предложения А в ребра Это похожесть между Нашими предложениями Таким образом Представив текст в таком виде Мы можем найти вершины Как самый простой пример С самым большой степенью И взять их в качестве предложений Для нашего саммари Но мы чуть позже поговорим об этом Подробнее Ну, пример, как выглядят Саммари Мы можем посмотреть Допустим, на В случае, если у нас есть какая-то статья А в ней есть рекомендованные статьи То мы можем показать там Соответственно, заголовок И краткое саммари Этой статьи Ну, я не уверен Что вот именно вот эти Саммари Скорее всего, они были сделаны редакторами Но основной посыл в том Что мы Как раз наше краткое саммари Можем Вставить в сниппет И показать его Для того, чтобы пользователь Оценил и мог перейти дальше По статьям, которые ему интересны Ну, также можно добавить картинку Либо можно добавить вызывающую картинку Текст вообще убрать Тогда, может быть, переходов будет больше Ну, ладно Ну, говоря подробнее о статистике Бейт подходе Бейт подходе Что мы делаем Мы Берем наши фичи Которые мы увидели из документа Считаем на них скор Выбираем топ-н предложений Порядок предложений Порядок предложений, кстати, это Отдельная тема Но в общем случае Лучше брать порядок предложений Который был в тексте Тогда мы С большой вероятностью Ничего не перепутаем Вообще Ну да, мы еще Соответственно делаем какой-то постпроцессинг Убираем избыточность Разрешаем анафоры Местоимения Анафоры Знаете, что такое? Ну анафоры Это когда у нас в тексте Есть повествование Какое-то Про какого-то человека А, он Да И потом идет уже Речь об этом человеке Не как о нем А как Используется местоимение Типа он, она И, соответственно, если мы Вставляем предложение в текст А у нас там есть он То перед тем, как его вставить Мы должны этот он Заменить на имя человека Потому что Без предыдущих предложений Не ясно О ком именно идет речь А вообще Ну, достаточно Насколько трудоемко разрешается она? Ну В целом Достаточно трудоемко Тем более в русском языке Могут быть Такие неразрешимые анафоры То есть Там Человек купил петуха И дальше идет Он там Был норм Непонятно Про кого идет речь Про человека Или про петуха То есть Ну Обычный алгоритм Что мы находим Подлежащее В предыдущем предложении И Как-то заменяем его На Честно говоря Я не знаю Да После чего вопрос Потому что Просто я видел В работу Которые Делал так Они Просто Выкидывали Половину Информации Пусть Двоили Мы не можем Разрешить Просто есть База Взаимодействия Белковых Они взяли Метод Процентировали Регресс А вот Все анафоры Выкидывали Ну Видимо Они Не умели Правильно Разрешать Но я Не разрешал Поэтому Не могу Сказать Ну Упрощаем Сложено Подчиненное Предложение Сложено И так далее Какие фичи То есть Это Длина Предложения Положение В тексте В начале Или в конце Текста Предложения Могут быть Важнее Вот Что касается Позиции В тексте То Это конечно Все зависит От домена Наших документов Потому что Было какое-то Соревнование По машинному Обучению Где Соревнующимся Было предложено Обучить Свои алгоритмы Чтобы выделять Наиболее Важное Суммери Из Новостных Статей В качестве Бейзлайна Предложили Топ 5 Ой 5 первых Предложений Из статьи В итоге Оказалось Что мало Кто смог Побить Этот Бейзлайн Потому что В новостной Статье Как раз Самые важные Предложения Они идут В первых 5 А дальше Уже Просто Какое-то Развивается Тема И пояснение То есть Просто Взяв Самые первые Приложения В данном Случае Мы получали Очень высокий Скор Если Речь идет О научных Статьях То Самые Важные Предложения Могут Быть Как раз В конце Статьи Когда У нас Идет Резюме Какой-то Вывод Мы Можем Там Обычно В конце Описывается Что Был Использован Ну Была Такая-то Проблема Был Использован Такой-то Метод Получены Такие Результаты Как раз То Что Нам Нужно От Самые Наличие Именованных Сущностей Конкретных Словосочетаний Типа В заключении Обобщая Слов Из Тематического Словаря То есть Если Мы Исследуем Какие-то Медицинские Статьи И нам Нужны Сведения Мы Ищем Сведения О Антибиотиках То Там Какие-то Слова Типа Антибиотик Они В предложении Повышают Его Вероятность Войти В Сам Мари Ну Часто Это Повторение ETF EDF И Также Оформление В Веб-документах У нас Текст Может быть Оформлен По-разному То есть Бывает Текст Просто В Птеге Допустим Текст Может быть Оформлен Курсивом Выделен Жирным Скорее всего Это текст Какой-то Важный Поэтому Эти Фичи Тоже Можно Использовать Переходим К Графбейст Подходам Первый Наверное Подход Может это Был Не первый Подход Был Предложен Двумя Учеными РК Иради В 2004 Году Смысл Это Использовать Центральность Документа Как Центральность Предложения В документе Как признак Его важности Что Подразумевается Под Центральностью Данный Пример Взят Из Допустим Социальных Сетей Есть И Понятие Престижа То есть Человек Который Знаком С Наибольшим Количеством Других Людей Он Является Важным Человек Которому Один Друг Он Является Неважным Человеком Вообще Данный Подход Впервые Был Использован Для Ранжирования Веб Страниц Когда Мы Сергей Брин И Ларий Пейдж В 98 Году Использовали Его Для Ранжирования Страниц То есть В качестве В вершину У нас Находятся Веб Документы А Ребра Это Ссылки Между документами У нас Получается Направленный Граф В данном Случае У нас Получается Не направленный Граф В вершинах Стоят Предложения Документа А Ребра Это Как бы Говорят нам Похожи Эти Документы Или нет Как нам Построить Эти самые Ребра Мы Для начала Рассматриваем Текст Предложения Как Bag of words И Ну Считаем TF ADF И И Используем Косинусное Расстояние Между Предложениями После того Как мы Посчитали Косинусное Расстояние Между Всеми Предложениями Мы Можем Построить Матрицу Смежности Графа Ну Обычно Предложения Хоть как-то Да похожи Друг на друга Поэтому Скорее всего У нас Граф Будет Практически Полным Мы Можем Его Прередить Добавив Какой-то Трешхолд То есть Говорить Что Нас Интересуют Ребра У которых Вест Больше Такого-то Порога Там 0,01 0,01 0,02 И так далее И соответственно Вот По Увеличивая Этот порог Степень вершин У нас Будет падать Ну Соответственно Ребра Будут удаляться И вершин Будут Меньше Входящих В них Ребер Дальше Мы можем Посчитать Важность Соответственно Дальше Мы можем Посчитать Важность Каждой Вершин Просто По Ее Степени То есть Число Входящих Ребер И Это число Входящих Ребер Как раз Число Похожих На нее Предложений После этого Выбрав Предложения Самой Высокой Степенью Мы Составляем Из них Самые Ну Этот Подход Как бы Самый Простой И Не дает Таких Высоких Результатов Что мы Можем Делать Дальше Мы Можем Посчитать Степень Вес Каждой Вершины Как Среднее Между весами Ее Соседей То есть В данном Случае Мы будем Говорить Что Не важно Скольких Людей Ты Знаешь Важно Какой Вес Еще У этих Людей То есть Если Ты знаешь Там Сто Человек Простых То Это Одно Если Ты Знаешь Президента То Соответственно Ты уже Другой Человек В этой Писать Это Вот Так То 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 Это Вес Наши Вершины Б Это Матрица Которая Формируется Из Ну Грубо говоря Нормируется По Строкам Значения Степени Для Каждой Вершины Да Как Можно Посчитать Да Нет Для этого Мы Используем Марковский Процесс Что Знаешь Что Такое Марковские Процесс Ну Сейчас Расскажем Чтобы Еще Наши Видео Средители Тоже Узнали Что Такое Марковский Процесс Мы Используем Сейчас Мы Используем Ну Грубо говоря Мы Видим Что Матрица Б Так Как Она Нормирована По Строкам Является Стохотической Матрицей И Используя Power Метод Кто знает Что такое Стохотическая Матрица Нет Стохотическая Матрица Это Матрица Матрица Которой Сумма Матрица Вероятности Сумма По строкам Которых Равна Единице Соответственно Мы Имеем Такую Матрицу Вероятностей Домножаем Из Этой Домножая На которую Мы Опять же Получаем Наш Вектор Наш Вектор Важности Вершин Соответственно Выполняя Этот процесс Много раз Мы повторяем Марковский Процесс И в итоге Он должен Сойтись К какому-то Стационарному Распределению Это делается Ну Используем Power Методом Мы берем Сначала Присваиваем Всем Значением Вершин Одинаковые Величины Ну Из Униформного Распределения То есть Один Делить на Н Дальше Мы Множество Раз Домножаем Наш Вектор На Нашу Матрицу Переходов Проверяем Разность Между Полученным Вектором И Предыдущим Вектором И Если Она Меньше Какого-то Дельта Останавливаемся По Теоремам Мы Получим Что Этот Процесс Сойдется И в итоге В векторе П У нас Будут Нужные Нам Веса Как Можно Улучшить Это Экциализировать Веса Не Из равномерного Распределения А Использовать Веса Полученные Из Дегри Централити И Нормировать Их По числу Вершин Вот Полный Алгоритм Он будет Выглядеть Как-то Так Мы Считаем Сначала Дегри Централити Вершин А дальше Мы Нормируем Дегри Централити И дальше Выполняем Power Метод Понятно Как Работает Что-то Было Еще Ладно Если Если У нас Ну Там Есть еще Ограничения На матрицу Переходов В марковском Процессе Чтобы у нас Это была Матрица Переходов У нас Не должно быть Висячих вершин То есть Мы должны С каждой вершиной Попасть Могли попасть В каждую Для этого Мы Добавляем Случайный Переход В Power Методе Здесь Кроме Вот этого Произведения Еще есть То есть Он выполняется С какой-то вероятностью А с какой-то вероятностью Мы Прыгаем В случайную Вершину Перейдем Дальше В случае С ML Методом У нас Есть Размеченный Набор Предложений Набочен Размеченный Корпус В котором Выделены Хорошие Предложения Мы Опять же Берем Те же Фичи Которые У нас Были До Этого В статистическом Методе Обучаем Обучаем Какой-то Метод Машинного Обучения Для Классификации Предложений Род Текст Самаризейшн Наверное Все Есть Какие-то Вопросы Окей Давайте Давайте Перейдем Дальше До этого У нас Были Просто Текст Саммари А сейчас Мы хотим Строить Саммари Зависящие От запроса Для Для чего Нам Это Нужно Все Знают Что Когда Мы Что-то Вбиваем В поисковик У нас Скорее всего В тексте Сниппета Будут Слова Из Поискового Запроса То есть Мы хотим Найти Именно Те Предложения Которые Наиболее Реванты Запросу Как Это Делается Есть Текст Статьи Есть Текст Документа В Вебе Мы Выделяем Из него Все Параграфы В виде Текста Разбиваем Эти Параграфы На Предложения Используя Метод Который Вы сделали В своей Домашней Работе Или еще Сделаете И Начинаем Подбор Кандидатов Кандидаты В сниппет Это Предложения Содержащие Слова Из запроса Мы Находим Все Предложения В которых Есть Слова Из запроса Например И Начинаем Рассчитывать Для них Веса Весовая Функция Для Каждого Предложения Она В принципе Может быть Разная Но В основном Это Все Та же Функция Основанная На Фичах Полученных Из предложения То есть Первая Основная Фича Это Наличие Слов Из запроса В документе То есть Количество Этих слов И Расстояние Между этими словами То есть Для нас Наиболее Лучше всего Когда Все слова Из запроса Находятся В предложении И При этом Они еще Все Стоят Рядом Как мы Можем Обучить Веса Мы Опять же Запускаем Малгоритм Машинного Обучения Типа SVM И Минимизируем Эту Функцию Потерь При таком Условии Дальше Мы Ранжируем Предложения Если вы знаете Методы ранжирования То там есть Три основных подхода Это Pointwise Pairwise Listwise В данном случае Мы используем Pointwise подход Когда мы Для каждого предложения Отстроим какую-то оценку И уже выбираем Предложение С наибольшей оценкой После того Как мы такие предложения Построили После того Как мы нашли Эти предложения Мы Выбираем Либо Одно Предложение Либо Несколько Если у нас Не хватает Текста И Из него Строим Сниппет Также Мы Можем Дальше Сделать Удалить Какой-то Неинформативный Текст Из Предложения Например Удалить Какие-то Маленькие Предложения И Дополнить Наше предложение Слева Или Справа Обычно Если мы Добавляем Слева То мы Ставим Троеточие Берем кусочек Предложения Дальше Дальше Наше Основное Предложение И Если еще Есть Место Ставим Кусочек Следующего Предложения Еще Троеточие Ну Если Совсем Длинное Предложение То мы Можем Обрезать В Когда мы Обучаем Наши Веса Для Предложения Мы Можем Использовать Не Point Вайс Подход А Соответственно Пайрвайс И Обучать Наш Алгоритм Ранжировать Сниппеты То есть Должен Минимизировать Количество Неправильно Отранжированных Пар Так Ну Поговорим Про то Как Нам В общем-то Хранить Документы И Строить Из них Сниппеты Основная Проблема Сниппетах Зависит От запроса То Что Мы Должны Генерировать Их В рантайм То есть Мы Не можем Один раз Сделать Потом Положить Куда-то И Все время Доставать Потому что Запросы У нас Зачастую Разные То есть Около Там 50% Запросов Они Вебе Встречаются Там Только Один раз Поэтому Для всех Них Сниппет Мы Построим Скорее Всего Тоже Только Один раз Ну Это Такая Принципиальная Схема Поиска И В общем При запросе Поискового менеджера К менеджеру Сниппетов Мы У нас должен быть доступ К прямому индексу Из которого мы Строим Сниппет Вот у нас Генератор Сниппетов Вот у нас Прямой индекс Зачем нам Прямой индекс Потому что Нам нужен Текст документа Документы В прямом индексе Мы можем Хранить Просто Допустим Как выкачанный Текст И очищенный От Навигационной Обвязки Но Это будет Плохой подход Допустим Мы храним Документы В таком виде У нас есть Псевдо XML У нас есть документ У него есть Такой-то URL У него есть Такой-то текст Чем Плох Такой Способ Хранения Документа Для Построения Наших Сниппетов Да Мы При построении Сниппетов Каждый раз Будем Выполнять Одни и те же Операции Которые мы В принципе Можем Сделать Только Один раз Например Разбить На предложение Или Пойдя дальше Мы можем Разбить Весь текст На Токены На слова Эти слова Можем еще Нормализовать И дальше Хранить Там Предложение В виде Индексов Слов В Списке Слов Таким образом Мы Все Вещи Которые Мы делаем Постоянно Сделаем Один раз А хранить Будем Только Выполнять Уже Будем Только Расчет Весов Для Наших Документов Для Наших Предложений Что касается Оценки Сниппетов Оценка Сниппетов Это Такая Большая Проблема Которая У всех Есть Кто Делает Поиск В том Что Сниппеты Очень Сложно Оценивать Вот Допустим У нас Были Какие-то Сниппеты Мы Что-то Изменили В алгоритме Как нам Оценить Хорошо Это Или Плохо АБ Да Ну Да То есть Если Сниппет Если Сниппет Удовлетворяет Информационный Запрос Пользователя Уже Сам По себе То Пользователь Может По нему Не кликать То есть Он Посмотрел Что ему Надо И закрыл Страницу Либо Если Мы Что-то Изменили И накосячили У нас В сниппете Стала Полная Бильберда И пользователь Не смог Понять Что Документ Тому Важен И Он Опять По Нему Не Кликнул Поэтому Можно Посмотреть По Пере Тормулировке Например Если Он После Этого Задавал Какой-то Примежуток Времени Этот же Запрос Только Переформулированный Значит Что Он Не нашел Четыре Согналы Ну В целом Да Ну Как бы Кто-то Переформулирует Запрос Кто-то Просто Уходит Уходит В google В google Да Ну Тут Можно Использовать Комбинированные Подходы То есть Как Асессорские Оценки Так И АБ Тест В виде Интервивинга Про Интервивинг Вам Рассказывали Да Нет Не Рассказывали В этом Году Про Интервивинг Ну На самом деле Мы Хорошесть наших Сниппетов Можем Вычислять Используя Интервивинг Интервивинг Это подмес Каких-то Результатов В нашу Поисковую Выдачу В данном Случае Мы можем Брать Сниппеты Допустим Брать Сниппеты Не наши Или Брать Сниппеты В одном В виде И брать Сниппеты В другом В виде И сравнивать Их Либо Брать Сниппеты Из одного Источника Из другого Источника То есть Показывать Сниппеты Допустим Сформированные Real-time И Сниппеты Сформированные Заранее Из базы И сравнивать Эти подходы что касается асессорских оценок ну это фотографии с какого-то исследования как сниппет как поисковую выдачу читали раньше и ну сколько лет назад и как поисковую выдачу читают позже то есть сейчас ну отсюда заметно что сейчас намного меньше читают тексты и сниппетов то есть в основном просматривают 1 2 3 результат и если они там не удовлетворяют то уже могут начать там переформулировать запрос как-то искать что-то другое что касается асессорских оценок допустим у нас есть какой-то сниппет и у нас есть три асессора и они ставят вот такие оценки ну при том что мы считаем что там 0 это совсем плохо 1 это средняя а 2 это очень хорошо и вот реальный пример у нас три асессора и все они поставили три разных оценки для сниппета ну вот в данном случае ну да то есть мы видим что правый асессор он так более позитивно настроен всем ставят двоечки средний более-менее всем ставят нули первые единички нолики как почему это вообще может произойти ну асессоры тоже люди и они по-своему могут воспринимать свое асессорское задание и оценивать запрос допустим если у нас есть запрос ремень для стиральной машины цена и мы выдаем какой-то поисковый результат со сниппетом то есть нашли там статью в википедии допустим и выдаем такой сниппет то есть ремень для стиральной машины служит для передачи там вращательное движение от электрического двигателя стиральной машины к барабану различается длиной количеством клиньев ручейков дорожек вот с вашей точки зрения это хороший сниппет или плохой ну википедии высокий рейтинг в принципе мы нашли там четыре слова из из пяти и как бы лучше не ну вот и пользователи они точно также как бы рассуждают и о смысле асессоры точно также рассуждают и кому-то может показаться что вот этот сниппет вроде ок тут много раз встречается поисковый запрос хоть и не весь другой асессор может посчитать что это полная фигня потому что реально в реальности пользователь хотел явно не узнать что такое ремень для стиральной машины он хотел узнать цену ремня для стиральной машины и в данном случае его поиск информационный запрос вообще никак не удовлетворяется да и даже не знаю ну на самом деле вот попробуй вбей в поиск ремень для стиральной машины цена на каком результате там что будет в google ну наверное google ну умный поисковик наверное при слове цена должен как-то подстраиваться и вдавать какие-то просто нет википедии ну википедия просто привел в качестве ну вот ну просто дело в том что как бы современный поисковик он расширяет запрос там всеми семантически похожими словами и просто старается удовлетворить запрос в данном случае он как-то удовлетворили запрос пользователя но пользователь явно этого не хотел ну еще в качестве примера может быть такое что пользователь искал модель железной дороги или модель поезда и железную дорогу а ему выдалась какая-то информация поездах и все прочее то есть опять же пользователи скала дно и мы показали какие-то результаты и сниппеты про другое и ацессор ставят разные оценки можно использовать для оценки сниппетов в какие-то технические метрики такие как индексу удобочитаемости индексу обочитаемости вычитается по формуле clash king и да с весами скорректировали до русского языка ну в данном случае мы не обучаемся на метриках а метрики мы используем для мониторинга того что у нас ничего не сломалось то есть у нас есть какой-то алгоритм который у нас строить сниппеты мы знаем что результаты метрик для него такие-то после того как мы выкатили обновление результаты метрик пошли в какую-то другую сторону и если они как бы сильно скакнули то мы уже можем начать выяснять в чем проблема но мы не обучаем мы ну на самом деле мы можем использовать это не эти метрики для выяснения там какого-то использовать методы машина обучения в виде алгоритмов аномалийте детекшен то есть когда у нас есть питом какой был какой-то график метрик и вдруг начались сбросы мы зажигаем там красную кнопку и говорим олярм олярм у нас все сломалось возвращаясь к индексу удобочитаемости а вот он как раз это индекс который но вообще индексу обчитаемость вычисляется по такому для английского языка такой формуле то есть и он основывается на всего двух величинах это среднее количество слов в предложении и среднее количество слогов в слове и полученный результат там как-то интерпретируется что если это 100 то текст очень легко читается а если ноль то текст очень сложно читать соответственно нам хочется чтобы текст было читать как-то нормально ну то есть он не должен быть слишком сложный но и не должен состоять из совсем простых слов вот как раз этот им индекс формула флешек кинкейда она вычисляет сложность текста как она вычисляет сложность текста на примере того что хороший текст должен уметь прочитать там ученик там пятого класса если он уже не может прочитать этот текст значит текст плохой если может то значит текст норма ну продолжая по метрикам куча других метрик количество знаков количество слов количество непарных скобок количество непарных кавычек количество фрагментов количество цифр количество три точи и средняя длина приложений все это мониторится и все используя все эти метрики мы можем дальше строить такие графики и видеть что у нас там после какой-то выкладки нового алгоритма у нас там все графики сколок там стиль длина сниппета длина слов скакнула вверх или там число непарных скобок в окунула вверх ну в случае длины слов как бы непонятно хорошо или плохо в случае не смаченных скобок то вроде как это плохо ну для разных типов запросов опять же можно строить разные метрики то есть если у нас длинные запросы то мы для них строим один у них у него значение метрик одно если короткий запрос то другое если у нас навигационный запрос или транзакционный как раз когда пользователь хочет найти цену метрики там другие ну что касается мл как раз мы размечаем сет сниппетов асессорами почитываем технические метрики и применяем какой-то алгоритм машинного обучения для того чтобы говорить у нас хорошие сниппеты или плохие но опять же это все довольно тонко потому что не всегда метод машинного обучения у нас и может либо переучиться на оценках асессоров либо там не обучиться то есть сложно построить такой метод машинного обучения который говорит что да вот этот сниппет хороший все